То есть людям, наоборот, нужно не бояться этого. Вот почему люди некоторые боятся? У меня, например, мама вот сейчас принимает меня так, как есть, но раньше она говорила как-то странно, у меня странные дети, там, мою сестру, там, как-то. Ее пугают такие дети новые и вообще души, которые что-то такое говорят. Почему вот наших родителей, например, некоторые вещи пугают, им нужно очень долгое время для того, чтобы это принять вообще? Пугает не сверхспособности человека, единственное, что пугает, то, что он не способен осознать и контролировать. Вот две вещи, которые способны вызывать страх. То, что мы не способны осознать и то, что мы не способны контролировать. И вот человек по мере своего развития начинает свой кругозор увеличивать и начинает понимать более глубокие процессы. Если на него это становится естественным, он начинает к этому открываться. А пока, если он этого не понимает, он к этому закрыт. Да нет, это нереально. Как если бы, допустим, еще совсем, там, 4 года назад сказать, да там, человек-вегетарианец, ему бы просто, да ты сумасшедший, там, без мяса нельзя. А сегодня уже это становится естественным везде. И вот точно так же и к более глубоким знаниям. Тайные знания всегда скрывались по двум причинам. Первая причина – это человек, который не понял эти знания, он их будет искажать. Он не из-за злого намерения, он захочет это распространять, ему понравится, но он еще сам их не понял. И как поломанный телефон, он начнет их искажать. И второе – это первое, не из-за неспособности осознать исказит, а второе – из-за неспособности осознать уничтожит. Когда, допустим, да нет, этого нельзя, там, без мяса, допустим, нельзя, сверхспособности, да такого нереально, ты шарлатан, и давай-ка тебя там куда-нибудь, там, на костер. И вот все два функции тайных передач и учений, либо техник, из-за того, что зрители окружающие, либо социумы не способны их осознать. Субтитры создавал DimaTorzok